Здравствуйте, дорогие друзья! Много ли у вас знакомых, которые могли бы сказать «Да у меня прекрасная память!» Всё схватываю на лету, достаточно один раз увидеть, один раз услышать. И это в моей голове навсегда. Наверное, кто-то и не припомнит таких людей в своём окружении. Крайне редко встретишь человека, который доволен своей памятью. Меня зовут Лисенкова Ольга, я практикующий врач-невровок. И, безусловно, на моём приёме очень часто люди жалуются на нарушение памяти. Причём обращаются и молодые люди, трудоспособные, и пожилые люди, которые уже на пенсии. В молодом возрасте очень часто пациенты говорят, что есть какой-то определённый объём работы, появление каких-то новых приказов, инструкций, нового оборудования, которое нужно освоить. И в связи с этим им трудно бывает справляться. Если раньше хорошо, всё запоминал, схватывал на лету, обучиться какой-то новой методике не составляло проблем, то в какой-то момент это начинает вызывать трудности. Другой вариант, когда пациенты говорят, ко мне подошёл начальник и сказал, что нужно сделать вот это, вот это и вот это. Я, говорит, кивнул, а потом начальник отошёл, я уже не помню, о чём он говорил. Подойти, переспросить как-то неудобно, и в то же время делать нужно, а я не помню, что нужно сделать. Или работает, что называется, на автопилоте, всё делается машинально, автоматически, и в какой-то момент приходит понимание, что нет осознанности процесса. То есть человек о чём-то думает, зациклен на каких-то вещах и выполняет свои функции автоматически. Это может пугать, приводить к каким-то ошибкам, недочётам. Затем люди перепроверяют за собой, что они сделали. Иногда начинают даже паниковать по этому поводу и в итоге обращаются к врачу. Бывает и другой вариант, когда в кабинет заходят двое. Это может быть сын или дочь, который привели своего отца либо мать. Или кто-то из супругов приводит свою вторую половину. И говорят, что вот он плохо соображает, у него что-то с памятью, он ничего не помнит. Может три раза один и тот же анекдот рассказывать. Или постоянно спрашивают одно и то же. Один и тот же вопрос задаёт, ему отвечаешь. Конечно, через полчаса он подходит снова с этим вопросом. Это совершенно разные ситуации, требующие различного подхода и метода влечения. Если говорить про молодых, активных людей, без большого набора каких-то хронических заболеваний и жалующихся на снижение памяти, то чаще всего здесь речь идёт не про истинные нарушения памяти, а про снижение концентрации внимания, рассеянность, трудности сосредоточения. И это обычно не опасно для жизни. И как показывает практика, чаще всего эти состояния формируются в рамках тревожных и депрессивных расстройств. И когда приходит молодой человек или молодая девушка и просит доктора, назначьте мне что-нибудь для памяти, каких-то ноотропов, потому что если я раньше уроки в школе вела, и этот урок я знаю наизусть, иду его много лет, я всё это делаю хорошо, красиво отточена, то сейчас мне нужно сосредоточиться, мне нужно сконцентрироваться, и то я могу что-то забыть, что-то упустить. В такой ситуации я предлагаю пациентам тестирование. В первую очередь это опросники для выявления тревожных и депрессивных расстройств, а также есть специальные тесты и шкалы для оценки памяти и других когнитивных функций. Когнитивные функции – это высшие функции головного мозга, к ним относятся речь, мышление, память. И у молодых, как правило, по подробным шкалам для оценки памяти и внимания выявляется, что всё в пределах нормы. А по шкале тревоги и депрессии, как правило, выявляется тревожное либо депрессивное расстройство, либо смешанное проявление. Соответственно, помогут ему наотропы? Нет. Скорее всего, такому человеку можно порекомендовать отдых, отпуск, смену обстановки, скорректировать питание, увеличить физическую активность, выспаться. И в большинстве случаев это уже улучшит самочувствие. Если высокие цифры по вопросникам по тревоге и по депрессии, тогда необходимы препараты из группы антидепрессантов и противотревожных средств. Что касается пациентов возрастных, когда имеют место истинные нарушения памяти, лечение совершенно другое. Ну, во-первых, с возрастом мы не становимся здоровее, накапливаются какие-то болезни. Если присутствует артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, при этом есть другие факторы риска, например, курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни. Это все складывается как пазл и приводит к формированию разных заболеваний, которые могут привести к нарушению памяти. Сейчас очень много говорят о деменции в старческом слабоумии, хотя оно не всегда старческое, встречается и в относительно молодом возрасте, например, после 50 лет уже можно встретить пациента деменцией. Многих это пугает. Родственники, которые сталкиваются с проблемой деменции, безусловно, начинают переживать не только за своих близких, но и за самого себя, понимая, что есть определенная наследственность или предрасположенность, и они не хотят стать такими же зависимыми, как их родственники, страдающие нарушениями памяти. Как защитить себя от деменции, от слабоумия? В первую очередь, это коррекция фактора риска, которые приводят к нарушению работы головного мозга. Самыми частыми из них являются малоподвижный образ жизни и неправильное питание, а также низкая интеллектуальная активность. Головной мозг, так же, как и любой другой орган нашего тела, получает питание из крови. Соответственно, хорошее кровоснабжение головного мозга – это залог его здоровья. Если кровообращение нарушено по каким-то причинам, это приводит к нарушению функции головного мозга. Конечно же, не сразу. Для этого нужно видеть период времени. Что портит кровоток в мозгах? Это сахарный диабет, это артериальная гипертония, ожирение, курение, работа с какими-то токсичными веществами на вредном производстве и гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни. Я думаю, что ни для кого не секрет, что активность физическая увеличивает кровоток в теле, в том числе улучшает кровоснабжение и головного мозга. Некоторые специалисты по болезни Альцгеймера называют эту болезнь сахарным диабетом третьего типа, подчеркивая тем самым, что огромное значение для развития болезни Альцгеймера имеет питание и образ жизни. Каким образом нужно питаться? Как скорректировать свой рацион, чтобы свести к минимуму риски? Какие продукты нужно добавить в рацион для того, чтобы предотвратить развитие нарушений памяти? Ответ на этот вопрос вы можете найти в книгах. Одна из самых моих любимых книг – это «Еда и мозг» автор Дэвид Перлмутер. Вторая книга этого же автора – «Кишечник и мозг». Американский врач-невролог Дэвид Перлмутер в своих книгах подробно и просто объясняет, каким образом еда портит наши мозги. И если вы хотите быть в своем уме до глубокой старости, от души рекомендую вам прочитать эти книги. Крайне важна физическая активность, как минимум ходьба от 40 минут в день, а также избавление от вредных привычек. Если вы или ваши близкие заметили изменение памяти, вы можете протестироваться самостоятельно. Есть хороший тест, который называется сокращенно СЭЙЧ. Ссылку на этот тест я оставлю в описании к данному видеоролику. Чем он хорош? Тем, что можно протестироваться самостоятельно. Для этого вам понадобится бумага и ручка. По результатам теста можно сделать выводы, и если результаты не очень хорошие, обратиться к врачу. Бывает так, что когда в кабинет врачу заходят сразу двое, и один из них страдает деменцией, слабоумием, тот человек, который привел пациента, он говорит, доктор, помогите, сделайте что-нибудь. Это невозможно. К сожалению, на стадии деменции очень сложно помочь человеку. Обычно лечение сводится к тому, чтобы максимально сократить прогрессирование болезни, поскольку повреждение головного мозга начинается задолго, за многие года, может быть, даже за несколько десятилетий, до того, как появятся серьезные жалобы. То есть зарабатывать деменцию мы начинаем с молодых лет. И еще один очень важный фактор, влияющий на развитие нарушений памяти, это снижение слуха. Если человек слышит плохо, соответственно, он ограничен в социальных контактах, это все приводит к снижению памяти и внимания. Поэтому, если есть нарушения слуха, обязательно нужно их лечить, либо корректировать с помощью слухопротезирования. Что касается лечения. В случае, когда пациент молодой, и его рассеянность, вялость, несобранность и трудности запоминания чего-то нового связаны с тревожными, депрессивными расстройствами, с накопленной усталостью, с истощением нервной системы, такая ситуация требует лечения с помощью отдыха, психотропных препаратов, нормализации режима труд-отдых и коррекции образа жизни. В случае, если пациент с деменцией, используются препараты из группы антихолин и стеразных, это препараты галантамин, донепизил и ривостеглин. И второй вариант, это препарат мемантин. Это те четыре препарата, эффект которых доказан в клинических исследованиях, и данные препараты могут замедлить прогрессирование деменции. Но тем не менее, в основе лечения будет также лежать коррекция питания, факторов риска, коррекция образа жизни. Про болезнь Альцгеймера есть отдельный видеоролик на моем канале. Если эта тема вам актуальна, приглашаю посмотреть. Ссылку на ролик я оставлю в описании под этим видео. Кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Буду благодарна за отметки «Мне нравится», за комментарии. Отдельное спасибо тем, кто нажимает на кнопку «Поделиться». Благодарю за внимание. Будьте здоровы. До новых встреч.